Тема, которая сегодня здесь озвучена, она соответствует тому, о чем я хочу сейчас вам рассказать. Я хочу просто осветить работу нашего реабилитационного центра. Национальный центр детской реабилитации – это такой центр, в котором в основном проходят реабилитацию и дети с детским церебральным параличом. В центре имеется 6 клинических отделений, в котором в течение 25 дней проходят около 300 детей реабилитацию. Вопрос инклюзии сейчас тоже очень злободневен в Казахстане. И с 2015 года Министерство образования и науки объявило, что 70% школ Республики Казахстан к 2020 году будут инклюзивными. Но так как я сама являюсь главным штатом, логопедом, дефектологом Министерства здравоохранения и очень часто посещаю разные медико-социальные, образовательные учреждения по республике, провожу там занятия, обучаю, то хотела бы, конечно же, просто отметить, что в Республике Казахстан вопрос инклюзии еще, конечно же, я бы так сказала, не очень хорошо решенный. Сейчас обучение проводится Назарбаев университетом, разными вузами по подготовке преподавателей инклюзивных классов. Но если брать, например, сам город Астану, то, насколько я знаю, есть несколько школ, в которых открываются специальные инклюзивные классы. Но я так думаю, это специальные классы для детей с нарушением зрения, специальные классы с нарушением речи, слуха или опорно-двигательного аппарата. Я бы так сказала, что такая инклюзия, она, конечно, не особо правильная. Есть сейчас классы для детей с аутистическим спектром, потому что эти дети сидят в отдельных классах. А должны, что такое инклюзия, мы все понимаем, что это включение ребенка в общеобразовательную среду, именно в среду детей с нормальным и сохранным интеллектом и другой анализаторной системой. И еще, конечно же, вопрос такой, вот я хочу просто отметить, что прежде чем начать, например, инклюзивное обучение, внедрять его в общеобразовательные школы, нужно, чтобы само руководство школ, специалисты, которые в дальнейшем будут работать с этими детьми, они должны на самом деле хорошо знать диагностику, знать дефектологию, знать вообще коррекционную педагогику, с чем едят ее, как нужно подходить к таким детям. А когда педагоги общеобразовательных школ, которые не знают дефектологии и вообще не знают коррекционную педагогику, как они могут проводить подобное, в смысле, обучение этих деток? Я лично считаю, что это вопрос, в общем-то, очень долгий, и его решить одномоментно нельзя. И такая ситуация сейчас, в смысле, в общеобразовательных школах в Республике Казахстан. На данный момент, вот по Республике Казахстан, структура инвалидности детского населения вот такая. И обратите внимание, что вот если брать по процентам, то и детки, которые имеют подобные заболевания, они, я так думаю, включиться инклюзивно в общеобразовательную среду, в общем-то, она вряд ли смогут. Вот у нас здесь болезни нервной системы, это, посмотрите, 24,3%. И если вот врожденные заболевания, это 34,6%, то есть это, в смысле, вот последние показатели, вот 2016 год по Казахстану. Вот, болезни глаз, посмотрите, сколько там, 2,6%, да, костно-мышечная система. Количество детей, состоящих на учете по инвалидности в Республике Казахстан, вот, по 2016 год. Обратите внимание, если в 2012 году было столько деток, то сейчас у нас это где-то 79,662 тысячи. То есть кривая растет вверх, и дети с подобными нарушениями, с тяжелыми, их больше, все больше увеличиваются. Ну, центр функционирует у нас с 2007 года, и дети с психоневрологической патологией поступают в возрасте от 1 года до 18 лет из всех регионов Республики Казахстан. Они поступают на комплексную реабилитацию, и центр является структурным подразделением корпоративного фонда. У нас в 2008 году был открыт медицинский кластер, в который входили 6 институтов. И этот медицинский кластер, он назывался национальный центр, ой, национальный медицинский холдинг, который в прошлом году переименовался в корпоративный фонд University Medical Center. Основные показатели, вот, за 10 лет функционирования центра, вот, сколько детей у нас прошло по годам, вы можете увидеть, да, мы пролечили около 40 тысяч 890 детей, из них с ДЦП 20 тысяч 721 ребенок, это в процентах, так, и из сел, это 10 тысяч 794, тоже в процентах, 26,4 десятых. И на платной основе, сколько мы детей, потому что центр большой, и помимо тех квот, которые выделяет Министерство здравоохранения бесплатных, по 300 квот ежемесячно, и 14 заездов в году, этих квот не хватает, и поэтому приходится детей еще, в смысле, лечить на платной основе. У нас заездная система с одномоментным заездом, я вам говорила, да, пациенты находятся в центре круглосуточно, по месту жительства пациенты проходят скрининговое обследование, пациенты с туберкулезом, другими инфекциями не поступают, в приемном отделении проводится краткий осмотр, в профильном отделении проводится полный осмотр врача и медсестры. Реабилитация во всех отделениях унифицирована, проводится по единым протоколам диагностики и реабилитации, применяется единый подход по уходу вне зависимости от возраста, пола, вероисповедования, национальности и места жительства. Динамические наблюдения пациентов ежедневные, субботы и воскресенья, выходные дни, но проводится сестринский уход под контролем дежурного врача. Так как это комплексная реабилитация, то предусматривается трехмодульная интегративная реабилитация. Это медицинский модуль, вот что входит в эти модули, психолого-педагогический модуль или, как мы говорим, психолого-педагогическое сопровождение, в смысле вот именно комплексной реабилитации, социальный модуль. Психолого-педагогический модуль, он представлен логопедией, дефектологией, психологической поддержкой, Монте-сори терапии, музыкотерапии, игротерапии, обучение по коррекционной и общеобразовательной программам в школе. На базе центра имеется школа, когда мы открывали этот центр, сразу же получили лицензию на обучение по трем программам. Это программа общеобразовательной школы, программа ЗПР и программа вспомогательной школы. Вот международные принципы реабилитации, которых мы придерживаемся. Это медицинский психолого-педагогический социальный, то есть комплексность, раннее начало, этапность, индивидуальность, непрерывность, последовательность, преемственность и активное участие пациента и его семьи. Это все принципы, которых придерживается любое лечебно-педагогическое учреждение. Социально-педагогическая реабилитация является частью комплексной реабилитации. Она завоевала прочные позиции и как реабилитационная система позволяет ребенку с особыми потребностями преодолевать ограничения в развитии, трудности коммуникации, интегрироваться в нормативную среду ребенку позволяет. Комплексная реабилитация, коррекционно-развивающий педагогический процесс – это как раз второй модуль. Естественно, здесь детки привлекаются к коррекционно-развивающему педагогическому процессу, привлекаются дети с двигательными, речевыми и психическими нарушениями. Коррекционно-педагогическая помощь у нас представлена логопедической, дефектологической, психологической коррекцией, коррекционно-развивающим обучением и воспитанием пациентов через игровую терапию, музыкотерапию, мантессори-терапию, инклюзивное обучение в общеобразовательной школе и социальную адаптацию. У нас есть артезный завод, в социальной адаптации это, в общем-то, как говорится, костюмерный, в который проводят занятия, парикмахерская, автодром, где ребята у нас на разных скутерах и велосипедах постигают правила дорожного движения и обучаются, коррегируют навыки, двигательные навыки. Если сказать, я вам говорила про инклюзивное обучение в общеобразовательной школе, то так как наш контингент это дети с детским церебральным параличом, а вы все знаете, что в основном это по классификации Семеновой, это детки и со спастической зиплегией, и с двойной гемиплегией, и с парапорезами, правой или левосторонними гемопорезами. Это и атонико-статические формы, и гиперкинетические формы детского церебрального паралича, и чаще всего бывает, например, при спастической, и при гиперкинетических формах есть детки при правой или левосторонних, детки с сохранным интеллектом. И есть, конечно же, сочетанно отягощенные детки с разными другими тяжелыми, и с ЗПР, и с нарушением интеллекта. И еще у нас раньше были два отделения соматических, это эндокринология и просто ортопедия. И дело в том, что потом нам пришлось их закрыть, потому что деток поступало мало, и все наши отделения стали конкретно только лишь психоневрологические, то есть для детей с детским церебральным параличом. И вот поэтому у нас, например, я бы так сказала, у нас школа с тремя программами, общеобразовательной, вспомогательной, ЗПР, но у нас здесь вынуждена инклюзия, так как поступают детки какие? Поступают дети, отягощенные разными другими психоневрологическими двигательными нарушениями. И, естественно, почти что все они сидят, например, по возрастам в одном классе. У нас школа от нуля, с нулевого по 11 класс с русским и казахским языком обучения. И дети, так как это в смысле школа при медицинском учреждении, есть специальное письмо между Министерством образования и Министерством здравоохранения, которое регламентирует обучение этих детей, это где-то по 4 часа в день, по 30 минут. И в начальных классах нулевых и в первых и вторых классах по 25 минут один урок. Логопедическая коррекция представлена, так как у нас в основном дети с нарушением тонуса, то, естественно, здесь первая работа – это логопедический массаж, дыхательно-голосовые упражнения, логоритмика, артикуляционная гимнастика и другие виды. Потому что, так как это дети с тяжелыми нарушениями, естественно, самые тяжелые формы нарушения – это дезартрия или анартрия и стертые формы дезартрии. И плюс к этому могут быть, они отягощены системными нарушениями, аллалией, посттравматические состояния, это афазики, есть дети афазики. Но, естественно, так как эти дети имеют экстрапирамидные нарушения, чаще всего бывает, что у наших этих детей имеет место заикание. Ну и у нас имеет место, также здесь поступают дети с посткохлеарной реабилитацией, потому что мы начали заниматься этим тоже. И сейчас у нас уже второй год мы открыли отделение для детей с аутизмом. И у нас почти что на каждый заезд поступает не менее 20 детей с рас, то есть с расстройством аутистического спектра. Логопедическая коррекция, основные виды речевых расстройств, в смысле, точнее, коррекция. Нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры, нарушение подвижности артикуляционных мышц, специфические нарушения звукопроизношения, нарушение речевого дыхания, нарушение просодики, мелодика интонационных и темпоритмических характеристик, недостаточности кинетических ощущений в артикуляционном аппарате, вегетативные расстройства. И так как у нас дети чаще всего, особенно начиная от года, с тяжелыми формами ДЦП, почти что у всех детей имеет место дисфагия, нарушение глотания, нарушение приема пищи, естественно, у нас тоже ведется работа в этом направлении. У нас есть три БОС-направления, это психологический БОС, БОС-лога и БОС-отопедический. Мы тоже ввели логоритмику, хотя, конечно, это немножко тяжеловато с нашими детками с ДЦП, но тоже это очень хорошая методика. У нас есть тифлопедагог, потому что часто дети с ДЦП есть, которые с нарушением зрения. Есть сурдопедагоги, которые занимаются и посткохлеарной реабилитацией, и просто вот с детьми с нарушением слуха на почве детского церебрального паралича. И, естественно, дефектологи-олигофренопедагоги, которые занимаются познавательной сферой, в каждом клиническом отделении у нас лежат по 50-65 детей и 6 клинических отделений. В каждом клиническом отделении работают по 5 логопедов, по 3 психолога, 3 игротерапевта, 3 дефектолога, 3 музыкотерапевта и 3 эрготерапевта. В каждом отделении работают по стольку специалистов. И, естественно, в школе у нас около 25 учителей, а также в каждом отделении работают воспитатели, которые сопровождают детей на разные процедуры, которые проводят досуговые моменты, организовывают, в общем-то, внеклассную работу с этими детьми. Коррекционная работа после проведения операции по кахлеарной имплантации является очень важным этапом для маленьких пациентов. Вот у нас они проводят следующие задачи. Обучение восприятию звуковых ощущений с помощью речевого процессора, формирование видов речевой деятельности, говорения, слушания, формирование звукопроизносительных навыков, развитие восприятия звуковых сигналов, развитие крупной и мелкой моторики, формирование элементарных математических представлений, представления об окружающем мире, общих когнитивных навыков, внимания и другие. Психологическая коррекция тоже включает оценку уровня интеллекта, личностного развития, общих способностей, консультирование по личностным эмоциональным проблемам и психотерапию, диагностику нарушения способностей к обучению, участие в планировании и проведении образовательных профессиональных программ, консультирование родителей. Цель программы – определить способности и потребности, помочь в решении индивидуальных психологических проблем. Когда в семье появляется ребенок с тяжелым нарушением, естественно, это большая трагедия для родителей. И родители, которые приезжают к нам за помощью, первое время это, конечно, очень сильно травмированные, очень невыдержанные личности, потому что мама не получает ниоткуда помощи, нет никакой психологической поддержки. И у нас часто бывает, что прежде чем начинать работать с ребенком, мы попутно начинаем работать с родителями. Потому что бывает так, что родители не принимают эту ситуацию. Даже когда ребенок уже вырос, у нас было очень много таких случаев. Я сама освидетель, потому что я все эти годы руководила этим коррекционно-педагогическим процессом этого центра. Были такие случаи, когда мамы избивали своих детей, когда мамы постоянно обвиняли, а дети с охранным интеллектом это очень тяжело воспринимали. И у нас проводится очень большая терапевтическая, психотерапевтическая работа в отношении родителей. И мы стараемся прежде всего этим мамам объяснить, помочь им, показать. И у нас имеется школа мам. То есть помимо того, например, у нас занятия сугубо индивидуализированные, групповых занятий, так как дети тяжелые, нет. И специалист работает с каждым ребенком индивидуально, потому что групповые, фронтальные, как в школах занятия, они у нас будут, в целом не получат хорошего результата. И поэтому у нас персонифицированная такая помощь. Мы работаем с каждым ребенком в отдельности. На каждом занятии у специалиста сидит мама. Потому что сопровождающая мама, особенно начиная от нуля, где-то до младшего школьного возраста мамы сопровождают, то, естественно, эти мамы сидят рядом со специалистом. И у нас есть, у каждого специалиста есть школа мам. Для того, чтобы в дальнейшем, например, есть такой профессор Ефимов, по-моему, он из Чебоксар, и на какой-то одной из большой конференции по ДЦП он сказал, что у ребенка с детским церебральным параличом в году, который смог бы попасть, например, по квоте в такое учреждение или в какое-либо другое реабилитационное учреждение, один месяц только продуктивный. А остальных 11 месяцев – это мертвый сезон. И это нужно отметить, это на самом деле правда. Хорошо, если ребенок живет в городе, хорошо, если ребенок живет в большом мегаполисе, где есть такие, где первичная медика, как говорится, медицинская скорая помощь на местах развита. А если ребенок приезжает один раз по этой квоте, которую случайно мама смогла получить, а потом он возвращается домой, естественно, оставшихся 11 месяцев в году с этим ребенком никто не занимается. И поэтому мы работаем с каждой мамой на ЛФК, на логопедии, логопедическому массажу и всему остальному, что может мама сама показать и работать с ребенком, то, естественно, мы их обучаем. Последние годы мы через Центр патологии и речи обучили наших специалистов тоже нейропсихологическому обследованию. Вы знаете, это сейчас очень даже востребовано, но с детьми с ДЦП, конечно же, его проводить тяжело. Мы используем другие разные классические методики, но все равно наши специалисты этим владеют и оказывают помощь в основном деткам с сохранным интеллектом. Увеличение количества детей с аутизмом – это этому причина просто гипердиагностика. На самом деле все сейчас бросились заниматься этим, это стало очень модно, но, по сути дела, специалисты ни ABA-терапией не владеют, ни другими методиками, и все начинают только именно ABA или ABA-терапия. А на самом деле, если вот так вот брать, мы приглашаем вот отсюда из Москвы очень много специалистов. У нас очень много специалистов, которые могли бы сами справиться, вот много хороших методик предложить именно по коррекции аутистического спектра. К нам приезжало очень много специалистов отсюда, из Словении. Естественно, мы сейчас используем и ТИЧ, и ПЕКС, и ABA-терапию. Ну вот, если брать музыкальную терапию, это вот музыкотерапевты, они чем занимаются? Это коррекция эмоционально-волевой сферы через музыкальные воздействия на личность больного ребенка, эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии, развитие навыков межличностного общения и коммуникативных функций и способностей. Это данс-терапия, это рецептивная терапия, то есть прослушивание, это вокальная терапия, это и инструментальная терапия, то есть обучение деток игре на разных, в смысле, щипковых, всевозможных инструментах. Игровая терапия. Это тоже психотерапевтический метод, основанный на использовании ролевой игры как одной из наиболее сильных форм воздействия на развитие личности. Когда начали заниматься игротерапией, естественно, мы сначала брали сюжетно-ролевые игры и там еще что-то, но этого оказалось немножко мало, потому что дети с детским церебральным параличом, вы сами понимаете, это глубокая органика, да? А раз глубокая органика, значит нарушены почти что все, не только двигательные навыки, здесь и когнитив, здесь и психоэмоциональное, а все это основано на чем? На восприятии мира, то есть на восприятии окружающего мира через анализаторную систему. Естественно, у нас здесь возник вопрос, как теперь с ними работать? И начали мы изучать, конечно же, как говорится, сенсорные интеграции, сенсорные упражнения, то есть, помните, у Пиаже, по-моему, сказали, что ребенок, начиная уже с пеленок, все основывается на сенсомоторике, на его восприятие мира, а потом уже, конечно же, как это он все воспроизводит, то есть на сенсомоторике. И мы начали, изучили, вот такие вели новые, в смысле, как нововведения, виды игровой терапии, это сенсорные интеграции, это сенсорные упражнения, также терапевтическую игру и интенсивное взаимодействие. Но интенсивное взаимодействие, это в основном для тех деток, у кого имеет место аутистический спектр, потому что вы знаете, что ребенок вас не видит, смотрит сквозь вас, и для того, чтобы привлечь его внимание к себе, вы повторяете за ним все его движения. И что интересно, вот это интенсивное взаимодействие, эта методика оказалась очень эффективной. Мы ввели в Монте-Соре терапию, у нас три кабинета, от нуля возраста до шести лет. У нас есть кабинет, парикмахерский кабинет, швейные мастерские, автодром, обратите внимание, вот наши детки, столярные мастерские, также вот у нас есть костюмерная, очень большая, хорошая костюмерная, в которой шьются на каждому празднику для детей всевозможные костюмы, и здесь же проводится, специально приглашают детей, для того, чтобы с ними заниматься. И, конечно же, социальные работники, есть социальные педагоги, которые собирают каждый раз родителей, объясняют наши законодательные нормативные акты, и приглашают специально из Министерства социального развития, оказывают помощь по приобретению колясок. Наш персонал, можете посмотреть, вот в каких процентах он у нас есть, 205 педагогов, у нас АУП, то есть административное управление, врачей, средний медперсонал, ну, в общем, 624 человека. Ну, и инновационные технологии, тоже это вы видите, то, что это было введено на нашей базе. Это динамика приобретения навыков моторного развития у детей после курса реабилитации. Обратите внимание, вот отсутствие навыков, это вот то, что удержание головы, самостоятельное сидение, самостоятельное ползание, самостоятельное вертикализация и первые шаги, которые были сделаны за эти 10 лет вот в таких цифрах. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...